Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем седьмую главу. Не судите, да несудимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряете, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Такие слова в продолжении Нагорной проповеди пишет, записывает евангелист Матфей. То, что было сказано Господом и Спасителем Иисусом Христом, чтобы мы совершали, как сказано апостолу Павла, дело свое, дело своего спасения со страхом и трепетом. Действительно, Господь предупреждает здесь о грехе, на который, по сути, сегодня в современном мире и не обращают внимания. Люди думают, ну подумаешь, осудил, ну подумаешь, поговорил, ну подумаешь, перемыли косточки тому или другому человеку. В общем-то, не то, что даже и думают об этом, подумаешь ли, скорее всего, даже и не задумывается. Но Господь обличает таких людей и называет их лицемерами, по той причине, что те люди, которые осуждают других людей, сами не замечают, насколько они грешны перед Богом и погрязли в каких-либо грехах. Но согрешают, получается, двойным грехом и осуждением, и то, что не замечают в себе грехов, в которых им надлежало бы покаяться. Апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам, 14 глава, 10 стих, 4 стих, говорит так. «А ты, кто осуждающий брата твоего? Кто ты, осуждающий чужого раба?» И в послании к Коринфянам, 1 послание, 4 глава, 5 стих, пишет. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Действительно, мы задаемся вопросом, что же совсем не судить, и совсем не надо ничего человеку говорить, если человек неправ, или он нарушает заповедь Божию, как же сказано в другом месте, обличайте. Некоторых других, как сказано, даже страхом спасайте. То есть, напоминайте им о том, что ожидает грешника против после этой жизни. То есть, мука вечная. Конечно же, надо. Поэтому, Господь, мы еще до этого текста и до этой главы с вами придем в определенное время, пока еще не дошли. Это 18 глава этого же Евангелия, Евангелие от Матфея, 15 стиха. Там Господь заповедал делать так, если кто видит брата согрешающим. Подойди, сказано, и обличи между им и тобою, то есть один на один. Послушает, сказано, приобрел ты брата своего. Не послушает, возьми двоих троих. Скажет, пусть устами двоих троих будет брат вразумляем. Не послушает, тогда уже скажет церкви. А если церкви не послушает, будь он так, как язычник и мытарь. Поэтому есть правило, если ты видишь брата согрешающего, зачем ты, или сестру, зачем ты злорадствуешь, человек, ты же христианин. Неужели сам ты не впадаешь в такие грехи? Неужели за собой не замечаешь их? Конечно же, нужно говорить. Но как? Один на один. Так, например, поступал сначала один на один. Так поступал, например, пророк Нафан. Помнимте историю из Второго Царств, глава 12, где пророк Нафан приходит к царю Давиду и обличает его в том грехе, в который он впал, с Версавией. Когда он взял себе жену чужого, жену своего друга, чужую жену, его отправил, как мы помним, на военные действия, где заведомо знал, что он погибнет и даже дал распоряжение, чтобы он погиб. Было и лукавство, когда он Урию, этого начальника верного, ему человека, вызывал к себе, когда уже сблудил с Версавией. И Версавия зачала, вызывала его к себе, отправлял к жене, иди, говорит, отдохни, якобы узнать, как военные действия. Но Урия сказал, нет, не пойду, лягу у твоей двери. Давид хотел, чтобы Урия вошел к своей жене и чтобы скрыть грех, то, что она зачала, пока муж был на военных действиях. Так на Урия не пошел, потому что говорит, как могу пойти к своей женой, когда там идет война. И вот когда пророк Давид еще в своем таком самодовольствии, беспокоянном, разные были, он был человек, разное было время, состояние его души. И когда он принимает пророка Нафана, пришедшего к нему, то он, пророк Нафан, ему говорит такие слова. У одного человека богатого было много овец, но к нему пришел друг. Он пожалел своих овец и сказал, пойдите, возьмите у бедного, чтобы угостить своего друга. А у бедного была одна единственная, которую отняли у него. И рассказывая это, пророк Нафан царю Давиду говорит, как ты думаешь, что надо сделать с этим человеком? Он говорит, он достоин смерти, как так? Богатый у него все есть, а он последний отнял. И тогда пророк Нафан обличил его, говорит, ты тот человек, ты взял жену чужого. Но, как сказано, там Давид покаялся. И сразу был отпущен ему грех. Он сказал, согрешил я. И пророк Нафан сказал, не умрешь ты. Как важно покаяние. Как важно не откладывать его в далекий ящик. Когда мы думаем, потом, придем, согрешил, умеешь грешить, умеешь каяться. А не умеешь каяться, тогда и не греши. Ну, попробуй. Итак, Господь говорит, лицемер, вынь прежде бревно. Для того, чтобы исправить брата своего или сестру, необходимо прежде самому исправиться. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу так. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, посмотри, что Спаситель не запрещает судить, то есть обличать, но прежде велит вынуть бревно из собственного глаза, и тогда уже исправлять других. Ведь всякий лучше знает свое, чем чужое, и легче видит большее, чем меньшее, и, наконец, большее любит себя самого, чем ближнего. Следовательно, делает такой вывод. Следовательно, если ты судишь других из заботы, то прежде позаботься о себе, тогда яснее увидишь больший грех в самом себе». Конец цитаты. Святитель Афанасий Великий тоже пишет. «Не судите, да не судим и будете». «Не для того, чтобы мы поступали в чем-либо без суда, но имея в виду фарисеев и книжников, которые осуждали друг друга, но не исправляли самих себя». Конец цитаты. То есть, если мы осуждаем друг друга, но не исправляем самих себя, по мысли Афанасия Александрийского, это означает, что мы уподобляемся книжникам и фарисеям, которых Христос обречал, как гробы, сверху красивые, а внутри мертвые. Они свою религию превратили в обряды веры. Они не узнали Христа, который пришел к ним. Потому как только изымялись, что пересудами, мы тоже ожидаем и паки грядущего со славой, судить живую и мертвую, может, царствию не будет конца. Если мы впадем в грех осуждения, а не в исследование самих себя, перестанем вникать внутрь своих мыслей, очищать их святым Евангелем, таинствами Христовыми, да не исцелен от Идиши, если мы все это забудем, мы можем обмануться. А перед Христом, перед Его пришествием, придет известно кто. Есть над чем подумать. Итак, святитель Григорий Низкий, у него есть очень краткое выражение, он пишет так, «Господь не запрещает суда благонамеренного, но запрещает осуждение немилосердное». Конец цитаты. Ведь действительно, когда мы осуждаем, мы далеко часто не хотим исправления брату, осуждаем и часто злорадствуем падением наших ближних. Также Блаженный Августин пишет, «Так ли мы будем любить, чтобы никогда не порицать? Будем строго судить, но начнем с самих себя». Слышите? «Но начнем, — говорит, — с самих себя. Ты расположен осудить ближнего, но ведь ты к самому себе ближе всех». Конец цитаты. «Ты к самому себе ближе всех». Преподобный Моисей Оптинский писал так, «Да не судим и будете». Цитата. «Кто чувствует тяжесть своих грехов, тот не смотрит на грехи ближнего своего». То есть, если у нас есть осуждение, значит, мы не видим грехов своих. А это нездоровое состояние души. Преподобный Анн Лесвичник пишет по этому поводу следующее. «Если кто при тебе будет осуждать ближнего, скажи ему, перестань, брат. Я каждый день падаю в тяжкие грехи. Как же я могу осуждать брата? Таким пластырем ты исцелишь и себя, и того, кто при тебе осуждает ближнего». Снова зададим вопросом, «Неужели нельзя и никак порицать людей?» Нет, конечно, если отец, например, или мать не одергивает своего ребенка в дурных поступках, это к этому не относится, относится к другому. Здесь это их прямая обязанность. Преподобный Макарий Египетский давал совет Пахомию, например, великому, Пахомию, святому Пахомию. Он писал так, такое правило, цитата, «Учи и строго суди своих подчиненных, а из посторонних не суди никого». Мы помним, когда князь Владимир Красносолнышко принял крещение Руси, крестился и было крещение Руси, то он одно время по своему неофитству не хотел даже никакие суды производить. Но потом пришли богословы, наставили его, что Богу Божие, а гражданские дела исполнять и законы необходимо, то есть кесарево служение, оно служение правителя, так метафорически можно провести эту цитату. И далее Господь продолжает в шестом стихе и говорит, «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят». Что это за псы и свиньи? Псы — это люди, как толкует блаженный Феофилак, те, которые совсем вне церкви. Это люди неверующие. А свиньи — это верующие, но живущие по-свински, не исполняющие заповеди Божии, даже не стремящиеся к ним. То есть это те самые, надевающие на себя маску лицемерия, только называющиеся христианами, но не являющимися таковыми. Господь о них скажет немного позже, что вы говорите мне, Господи, Господи, в этой же главе, но заповеди моих не соблюдаете. «Просите, — говорит, — и дано будет вам, стучите, и отворят». Что значит просить? Что значит стучать? Он обращается как бы к этим и псам в то же время, и людям, которые не живут по-христиански, чтобы они не попирали жемчуга, потому что для свиньи жемчуг, ну, насыпьте и в корыто, а поживет, поживет и выплюнет, он ей не понравится, он ей не нужен. Но есть покаяние. И Господь призывает и этих людей, стучите, — говорит, — и отворят. И дано будет вам, просите, чтобы исправить пути ваши. И восьмой стих. «Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворит. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросил бы у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросил бы рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Называет людей и обращается к ним, если вы, будучи злы. Что означает? Означает, по отношению к Богу каждый человек грешен. То есть, другими словами, можно перевести так, если вы, будучи грешники, умеете добро какое-то делать, неужели вы думаете, что, прося у Бога, Бог вам в чем-то откажет? «И так во всем, как хотите, чтобы поступали, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Такое золотое правило христианское. Многие люди, когда читают эти стихи, то притыкаются и говорят, мы поступаем вот с этим человеком от всей души, а он к нам, да, спиной, мягко говоря, поворачивается. Как же так, вы говорите, как хотите, чтобы с вами. Но здесь эгоистическое прочтение Священного Писания. Этот текст звучит к христианину, который желает устремить и исправить свой путь мысли, чувства и воли для того, чтобы войти и наследовать Царство Христово. Христос говорит об этом пути, он, в общем-то, легкий. Он говорит о себе, если путь истинной жизни. И здесь говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте с другими. В этом любовь, в этом законы пророки. Потому, когда у Христа спрашивали, какая наибольшая заповедь, он говорил, любовь к Богу и любовь к ближнему. А здесь, он говорит, в этом законы пророки. Но здесь он предваряет и говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с другими. Другими словами, хочешь, чтобы к тебе люди благоволели. Хочешь, чтобы тебе давали взаймы. Хочешь, когда у тебя нет средств к пропитанию, чтобы тебе помогли. Хочешь ли ты, когда заходишь в трамвай, чтобы тебе уступили место, когда ты не очень хорошо себя чувствуешь. Хочешь ли ты, человек, чтобы к тебе относились так? Относись тогда к этим людям так, как хотел бы к себе. То есть, испытывай все свои пожелания и относись к людям по-христиански так. Все просто. Люди часто усложняют себе жизнь. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Широки врата. Вот этот пространный путь, этот пространный путь либерализма, мышления о том, что свобода, расценивающаяся, которая расценивается как вседозволенность, это и есть широкий пути. Сказано в Священном Писании, где Дух Господень, там свобода. То есть, а где Дух Господень, Священное Писание, Евангелие, оно Богодухновенно. Черпая отсюда духовные истины, мы исправляем пути своих мыслей, своих чувств, своей жизни. Ходите тесными вратами. Так пишет. Вот что по этому поводу говорит, святитель Илья Минятий. Вот у него есть такие слова. Итак, кто ходит, высоко подняв голову, кто гордится перед другими, тому не пройти здесь, если не склонит головы, если не смирится, тесны врата и узок путь. Кто присвящается земными благами, тому не пройти, если не изнурит своего тела постом и трудами, тесны врата и узок путь. У кого много всякого, ненужного добра, кто не делится с ближними этим добром, тому не пройти здесь, если не уменьшит всего этого, тесны врата и узок путь. Конец цитаты. Или, например, свидетель Филарет пишет так, цитата, «Сей путь лежит или через воды слез, блаженно плачущей, или через пустыню духовной нищеты, блаженно нищей духом, или через дебри уничижения, блаженно изгнанной. На этом пути грозят нам смертные опасности, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее, а иногда требуется разлука с людьми самыми близкими, ибо я пришел разделить человека с отцом его. Тесен и прискорбен этот путь. Святые подвижники омочили его своим потом, а святые мученики даже кровью своей». Конец цитаты. Вот что значит узус пути. Так и говорит, «Входите тесными вратами, потому что широтки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут. И они многие находят. То есть, как Христос говорит в другом месте, «Приду на землю, найду ли веру на земле». Не надо думать, что многие, все массы прям примут Христа, будут ему верными до скончания века. Нет. Как раз этот оптимизм ни к чему. Он не евангельский. Сказано, немногие войдут в царствие Божие, немногие найдут узкие врата, но многие будут идти широким путем. Далее мы читаем, что Христос здесь предостерегает. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, их собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы». То есть с самого начала христианства мы видим, что в церковь входили разные лжепророки и эритики. Это и с самого начала ересь гностицизма, и арий, и нестории, и другие лжепророки и учителя, и ориген, впавший в заблуждение по поводу преосуществления души неоплатонизма. «Берегитесь», говорит их. Лжепророки приходят к вам в овечьей одежде. Очень интересное такое сравнение. Снова Христос предупреждает, что их невозможно узнать по внешнему виду. «По внешнему виду они кроткие и смиренные, яко овцы». Но внутри, говорит, предупреждает суть хищные волки. А волк не жалеет стада. Он рвет, терзает. Поэтому, говорит, берегитесь их по плодам. Как их узнать? По плодам. По внешнему невозможно. Глаза добрые, улыбается, кивает. Даже лицо сияет. Но надо помнить, и Христос предуслигает об этом в Евангелии, что даже сам дьявол примет вид ангела. Конечно, если он придет с копытами, с рогами, и плохо от него будет пахнуть, ну, кто за ним пойдет? Сразу все понятно. А здесь нет именно маска. И вот, говорит, по плодам узнаете их. То есть, смотрите на их действия, что они делают. Собирают стадо Божие или расхищают его. Так и пастыри, лжи, пастыри можно узнать, лжепророков. Здесь именно говорится об этом. То есть, люди, которые поставлены на служение проповеди Слово Божие. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Далее, не может не может дерево доброе, говорит Христос, приносить плоды худые, и дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть, по плодам и лжепророков можно узнать, по плодам можно проверить и свою жизнь. Будет ли она насажена, как сказано в священном писании у псалмопевца Давида припотоков вот, как древо, никогда не увядающее жизнь наша в Царстве Христовом, либо будет срублено и отправлено в огонь вечный, где сказано плач и скрежет зубов. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, 21 стих, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день Господи, Господи, не о Твоей воле именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякий, кто слушает слова Моисеи, исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который простроил дом свой на камне. Прежде чем прочитать дальше, что же это такое задаться над вопросом происходит. Люди и чудеса творят, смотрите, и чудеса творят, и пророчествуют, и бесов изгоняют, бесов изгоняют, экзорцизм, да, чудеса, бесов, пророчества, но Христос вам говорит от меня, отойдите от меня, я вас не знал никогда. Что это за люди, которым звучит стой страшный приговор? Вот что пишет свидетель Филарет Дроздов, цитата, «Видишь, и чудеса не приносят пользы тому, кто творит их без добрых дел». «Кто же спросишь ты, те, кои Христос, несмотря на их чудотворение, представляет достойными мучения? Бог действовал и через Валаама». Помним эту ветхозаветную историю, когда Валаама пригласили для того, чтобы он проклял народ израильский, но сердце его еще не совсем так низко опустилось, и поэтому Господь через него, найдя в нем вот эту крупицу веры, произнес пророчество. «Се, вижу его, но не близко». В книге чисел о Христе, о звезде Вифлеемской. И далее. «Бог действовал через Валаама, открыл будущее фараона и Новохдоносору», книга пророка Даниила. «И Каиафа пророчествовал сам, не зная, что говорит. И некоторые изгоняли бесов именем Христа, хотя сами не были Христовы». «Иуда», заметьте, «Иуда также совершал чудеса, и однако лишился Царствия Небесного». Конец стат. У Иуды тоже была эта власть. Он был среди двенадцати апостолов. Он был избранный и творил чудеса, но был изгнан, потому что возлюбил большим сду, а не Господа. Он служил не ради Иисуса, а ради хлеба, коса. Какое предостережение, как нужно быть внимательными по отношению к себе, на чем мы строим. Поэтому дальше Христос и говорит, то, что мы уже прочитали в двадцать четвертом стихе, «Итак всякий, кто слушает свои слова Моисеи и исполняет?» То есть мало слушать. Надо исполнять слова Божии. «Исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Что является основанием нашей жизни? Псалмопевец Давид так и пишет, «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Если разрушена вера во Христа, построить ничего невозможно. Так и будет все раздираться в разные стороны». Как говорят сегодня на британский флаг, все чувства. Одни туда, среди другие туда. Как Иван Андреевич Крылов писал об этом, лебедь, рак и щука. Человек весь не знает, на чем, куда ему, то сюда мечется, то в одну сторону, то думает, в богатстве и счастье. Ну вот он богатство уже себе накопил, сел в дорогостоящую машину, а может даже и в самолет, полетел и в Калифорнии, на любые там гавайские острова, где у него уже и дача, и все. Но он понимает, что это у него все, есть то, что он считал за счастье, оно сделало его, в общем-то, несчастным. ему нужно скрываться от каких-то там, может быть, недобросовестных, недобросовестных людей, работающих в налоговой полиции, которая требует взятки, или скрываться от служб безопасности, который видит, что он действительно богат, и что-то можно от него взять, ему нужно постоянно давать, и все это балансировать, и ночей не спать. Это все мнимое счастье, которое не приносит человеку покоя душевного, а все причиной того, что строится не на том. Не само по себе богатство дурно, а смотря кто, как им распоряжается, смотря кто на чем строит. Так и говорит. И пошел дождь, разлились ветры, подули, не устоял дом тот, потому что был основан на камне, никакие житейские бури не смогут поколебать. Человека, если его жизнь строится на камне, в церкви Христовой, которую он здесь основал, о которой сказал, создам церковь мою, и врата дальние одолеют ее. И совсем другая картина. А всякий, кто слушает, мало слушать, всякий, кто слушает сии слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, безрассудному, человеку нерассуждающему. И пошел дождь, житейская тоска, закапал дождь на душе, подули ветры, перемен, власти, одни сменились, другие пришли, гонения, может быть, начались, если идет речь о жизни христианина. Налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Почему? Потому что только слушал. Нельзя превращать богословие в философию и психологию. Хорошая наука философии, да, ну какая? Прикладная. К чему? К богословию. Отцы церкви так и говорили, что это инструмент для более, может быть, для философов, чтобы выразить истину на их языке. Хорошее дело психологии, да, ну что это? Прикладная, инструмент. Для чего? Выразить волю Божию. На понятном языке для современных людей. И когда Иисус окончил слова Сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Потому что книжники и фарисеи говорили, так сказал Бог, а Христос говорит, я говорю вам. Он говорит с властью. Итак, на чем мы строим дом своей души, дом своей жизни? Если на песке, на мишуре века сего, на этих иллюзорных обещаниях, то подует ветры, пойдет дождь, и не устоит, наша душа дрогнет. Если на Христе, на камне, на истине, определенной отцами церкви, на вселенских соборах, консенсум патрум, на согласие отцов, на евангельских заповедях, и не только слушаем, но и стараемся их исполнять, то подуют ветры, перемен, будет дождь, будут волны, но ничто не сможет поколебать христианской души, устроенной на основании, которым является сам Господь Иисус Христос. Да будет это со всеми нами. Иисус Христос.